МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Катя Оруджева. Это программа «Арсенал. Конверсия», где мы изучаем контемпори-арт. И сегодня у нас в гостях концертмейстер-преподаватель Татьяна Ишина. Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна не только педагог, она еще и мама двоих детей. Поэтому мы позвали ее сегодня в программу поговорить о детском и недетском альбоме Чайковского. Таня, скажи, пожалуйста, давно ли ты слушала детский альбом Чайковского? Не очень давно. Детям ставишь его? Ну как, в своем исполнении я его слушала частично, играла детям. Но кроме того, что сама по себе музыка очень красивая, она проста восприятие, она понятна, она многообразна. Взрослые ее любят еще с самого детства, поэтому и играют ее детям. Чаще всего детям слушать ее приходится еще, потому что взрослые ее очень любят. Предлагаю тебе провести эксперимент. У нас здесь на столе такие странные предметы. Линейка, жук и стакан. Как считаешь, могут ли они быть задействованы в концерте музыкальном? Наверное, могут. Помогу. Вот этот вот электрический. Хорошо звучит. Мелодично. Как думаешь, где его можно использовать в концерте современной музыки? С каким инструментом в паре? Ну, покрышки рояля, если пустить, будет очень сильно шуметь. Ну, еще что? Да. Я даже не знаю. А скажи, пожалуйста, а ты с детьми дома устраиваешь шумовые какие-нибудь сертиферы? Они сами устраивают. Им не надо никого, кто бы им подсказывал. На чем они играют? На всем. Все, что под руку попадается. На всем. Музыкальные инструменты используются тоже, в том числе и гитары, и фортепиано, но тоже в качестве шумовых инструментов. Ну, тогда я думаю, что тебя современные музыканты и композиторы, которые используют вот эти предметы в своем концерте, тоже покорят. Я уверена, что покорят. С удовольствием послушаю. С удовольствием послушаю. С удовольствием послушаю. Идея появилась в Сургуте. Она принадлежит галерее Стерх и композитору, который работает там и курирует музыкальные программы, Сергею Зитькову. У них родилась идея сделать проект с детьми. Дети не просто играют, дети еще в этом проекте слушают современную музыку. Они вовлекаются в этот проект через игру. Я имею в виду даже игру не просто, собственно, ребенка, который играет, который исполняет, но еще через игровое начало. Потому что здесь настолько много юмора, настолько много своеобразных творческих реакций, которые выдали современные композиторы на оригинальные пьесы Чайковского, что у детей это будет как какую-то фантазию, у него расширяются вообще границы восприятия. Вот Петр Ильич, который носил усы и писал музыкальные опусы. Это лирический процесс, музыкальная исповедь души, изливающая себя в звуках, подобно тому, как лирический поэт выражает себя в стихах. А это опус 39, написан детям, а в особенности одному, племяннику, Володе Давыдову. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще, эта пьеса была написана скоро будет уже как год. Написалась летом 2013 года, как раз к этому проекту. Но проект уже существовал. И чем интересен проект, он живой. Всегда добавляются какие-то новые пьесы. Новые композиторы участвуют в этом проекте. И Виктория тоже предложила мне написать пьесу как рефлексия, может быть, на Чайковского, или же просто войти в диалог с одной из пьес. В этом проекте есть разный уровень диалога. Есть какие-то парафразы, есть транскрипции, где используется материал Чайковского. Есть какие-то отвлеченные вещи, которые не связаны вообще, может быть, с какой-то той или иной пьесой. У меня это, скорее, просто общая такая тематическая. У Чайковского мама, значит, он думал, наверное, о чем-то таком, может быть, о своей маме, не знаю. Но я просто думал о папе, потому что это даже как-то, может быть, не очень удобно. Почему есть мама, а где папа тогда? Ну, вот я решил просто это как-то добавить. Вот эта пьеса, она вообще связана с моим отцом и написана в памяти моим отца. КОНЕЦ 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 Пьеса «Гонки», которая идет в этом проекте в паре с пьесой Чайковского «Игра в лошадки», как раз очень здорово демонстрирует, насколько изменилась жизнь ребенка со времен создания детского альбома, с 19 века, в сравнении с нынешними днями. Сейчас действительно мальчишки уже играют не в лошадки, а, конечно же, в гонки. И это совершенно по-другому звучит. Именно образ гонок корейский композитор Сэ Хён Ким и передал в своей пьесе. Здесь использованы очень интересные современные приемы звукоизвлечения на традиционных акустических инструментах. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Это пьеса молодого композитора Юрия Акбалькана, она называется «Фабрика игрушек». Там участвуют не только механические жуки, которые ползают по струнам инструментов, но и замечательные музыкальные шкатулки, которые исполнители сначала прячут, а потом выносят. Эти шкатулки, кстати, играют известную очень рождественскую песенку Мендельсона. Это, безусловно, элементы музыкального театра, инструментального театра, когда очень здорово производят впечатление на ребят, когда музыканты уходят со сцены, а музыка звучит. Тут такая интересная история. Дело в том, что все эти фильмы про искусственный разум, про роботов, про компьютеры, которые сейчас очень популярны, и все, конечно, ребята тоже любят смотреть фильмы про научную фантастику, они нам кажутся такой прерогативой современности. А на самом деле тема противопоставления живого и неживого, искусственного и настоящего, она возникла уже в XIX веке. Вот эта тема музыкальных автоматов, музыкальных шкатулок, заводных игрушек, она возникает именно тогда. Таня, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. Как тебе концерт? Очень понравилось. И детское исполнение меня тоже потрясло. Очень качественно дети играют. Разнообразные эмоции вызывает, конечно, этот концерт. С одной стороны, даже очень приятно, что он действительно для детей был местами. Пьеса, в которой использовались механические жуки, так заинтересовала детвору. Все выскочили. Жалко было, что нельзя подойти к роялю и посмотреть. А насколько понятна эта музыка? Она понятна? Она легко воспринималась с тобой? У современных композиторов? Да. Да, безусловно. И у Чайковского все равно музыка, она же красивая сама по себе. Эту красоту никуда не денешься. А здесь уж если страшно, так просто страшно. Если больно, так просто больно. Ну, в общем-то, наверное, в этом современные композиторы. Такие они и есть, что не прячут свои эмоции за какими-то отдельными элементами музыкальной ткани. Спасибо тебе большое, Таня. Вот видите, современное искусство – это совсем не страшно. Не бойтесь экспериментов и оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»